В Орленке завершилась смена для одаренных детей городов присутствия госкорпорации «Росатом». Ее участники – победители конкурсных мероприятий для талантливых детей и активные участники проекта «Школа Росатома». Ребята изучали морские дисциплины. Результатом освоения программы стала презентация авторских проектов. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Это итоговый брифинг. Здесь присутствуют педагоги, специалисты и орлята, которые презентуют свои авторские проекты. Готовились к этому ребята всю смену в Орленке. Каждая команда работала над своей уникальной идеей. Все работы ребят направлены на спасение планеты, на соблюдение баланса между природой, обществом и стремительным научно-техническим прогрессом. «Росатом», в общем, как корпорация, которая вкладывает достаточно много своих знаний, интеллект, поставила целью погрузить детей в новые технологии. То есть, подвести к их новым горизонтам, показать, что это такое. Немного выйти за рамки программы, что называется. Надо сделать так, чтобы это было понятно детям. То есть, проще говоря, в какой-то простейшей игровой форме. В рамках смены орлята изучали морскую экологию, судовождение и альтернативную энергию ветра. Узнавали о принципах проектирования устройств, которые обеспечивают экономию топлива на судах. Погрузились в проектную и научно-образовательную деятельность в рамках создания новых зелёных судов для нужд России. Созданием было создать концепт идеи экологичного судна для детского лагеря «Штормовой» и визуализировать её в виде рисунков и моделей, сделанных из квадручных материалов. У авторов проекта судовождения «Зелёного флота» главной задачей было разработать универсальное устройство, заменяющее необходимость постройки платформы под каждый корабль. Во время брифинга ребята отвечали на вопросы не только специалистов, но и других участников смены. Что конкретно вы для себя подметили, как вообще выставить коксы? И, может быть, поясните, почему данное устройство называется постелью? Ну и почему называется устройство постелью? Потому что корабль на неё, грубо говоря, ложится, и эти стойки позволяют ему не шататься при сборке, позволяют гнуть нища, как это надо, и приваривать, что он крутит. Когда строится корабль, для него нужно специальное ложе, чтобы корабль в процессе стройки не шатался, чтобы можно было хорошо на нём работать. И в современное, ну, в настоящее время чаще всего эти стенды одноразовые. Для каждой модели корабля своё. Потом это спиливается и выбрасывается. На это тратится огромная куча денег. На один такой стенд около миллиона рублей. А выхлопа, ну, как такового нет. То есть продукта нет. Это корабль. Мы вместо одноразовых стендов придумали телескопические для того, чтобы уменьшить затраты на производстве. Все четыре образовательных курса успешно справились и показали высокий уровень перед экспертами Волжского государственного университета водного транспорта. Все полученные знания пригодятся при выборе морских профессий и при поступлении в ВУЗы России. Александр Баранов, телеканал Орлёнок ТВ.